Это горочные шалфеи укореняемые, это уличное растение, просто здесь быстрее укорениться. Это семена пироканты, собрали, чтобы на посев. Леониду Гырле 48 лет. 40 из них он занимается садоводством. Еще школьником собирал кактусы. С годами коллекция растений расширилась. Выращивать цитрусы начал 10 лет назад. Сейчас в его теплице около 15 сортов и видов экзотических деревьев. Сестролистный лимон, просто для интереса, он плодоносит, но лист у него имеет желтую окраску. Есть каламандив, карликовый цитрус, маленький, он тоже съедобный, естся вместе с кожурой. Есть мандарин грузинский, горный мы еще продали, не все опробовали с отца. Первый лимон Леонид закупил в Абхазии, затем привез саженцы апельсина и мандарина. Садовод старается выращивать сорта, размножающиеся черенками. Они легче приживаются, менее прихотливы и первый урожай дают через 2-3 года. Это лимонное дерево сорта пандероза, выведенное в Америке. Его плоды одни из крупнейших в мире и по весу могут достигать 1 килограмма. А это лимон павловский. В России его привезли около 150 лет назад. И если посадить в цветочный горшок, то приживется даже в квартире. Первые заморские деревья в Россию завезли в 18 веке из Голландии. Тогда они были роскошью, доступной немногим. Павловский лимон стал первым народным сортом. С него пошла мода выращивать экзотические деревья прямо на подоконнике. Где бы вы ни купили в магазине, откуда. То есть оно должно постоять на том месте, где оно будет стоять. Можно там, например, опрыскать эпином. Это стимулятор, который стресс снимает растение. То есть постояло три дня, а потом вы аккуратненько выдавливаете горшочек. То есть у вас должен выходить ком. Вы перевалите чуть больше горшок. Особых секретов по уходу нет. Южные растения любят тепло, свет и влагу. Минимальная температура для выращивания цитрусовых плюс 5. При правильном уходе некоторые экзотические деревья могут образовывать почки и цвести круглый год. Вот видите, он зацветает уже. То есть он полозносит и цветет одновременно. По соседству с цитрусовыми цветы и кустарники особая гордость садовода – адениум роза пустыни. Сорт называется сурфиния, то есть сиреневого цвета. Он зацвел сиреневым цветом. То есть этому растению 5 лет. От посева до цветения. Первый раз в этом году видел цветение. Всего в коллекции садовода больше 500 видов тропических, субтропических, древесных, кустарниковых и травянистых растений. Каждый год в саду и оранжереи появляются новые экземпляры. Татьяна Баликина, Рустам Файзуллин. Утро нового дня.